И пусть он у тебя вот так вот на фуллскрине не горит. То есть, ты подлезешь на двойку, потом переключишь на Денису, а он переключит трансляцию. А, я прям один нажму и... Просит музыку все-таки выручу. Так, ну что? Ты в эфире. Так, мы в эфире. Значит. Ничего не меняется. А, я себя вижу только в экране. Так. Все верно? Ничего не меняется. Я как был, так и есть. С опозданием. Ага. Так. Раз, раз. Ага. Все. Так. Ты вырубишься из колонок. Раз, раз. Ага. Единица, это я? Правильно? Единица, пресса. Так, добрый... Добрый день. Ну, сейчас еще минутку подождем, прежде чем все подключаться. Все все-таки не настолько пунктуальные. Ну, вот. Так, ну, пока что... Пока все включать не буду. Вот. Пока все подключаются, давайте сразу обговорим такой момент, что этот вебинар, он на такую футурологическую тему. В том смысле, что ни я, ни вы, никто иной на планете реально не может сейчас проанализировать и сказать, как оно все-таки в итоге будет, ситуация в мире. Ни ситуация с пандемией, ни ситуацией с экономикой, ни тем более ситуация в нашей музыкальной индустрии, ибо наша индустрия, она, как-никак, как сказать-то правильно... Возможно, одна из главных жертв, и ей пожертвуют эту тавтологию в первую очередь, и я искренне думаю, что все эти ограничения с нас снимут в последний момент. Топ, когда уже точно будет идти все на поправку. Поэтому все, что я сегодня расскажу, не стоит воспринимать как какую-то, вот знаете, что я как будто бы знаю, какие... Какие... Какой-то... Обладаю какой-то информацией, которую другие не обладают, и все произойдет именно так. Или произошло бы. Поэтому это просто лишь мое личное предположение, и все это воспринимать нужно с долей, так сказать, скепсиса. Но, возможно, в чем-то я кажусь прав, и буду рад, если хотя бы где-то оно совпадет, и что-то полезное вы сможете подчеркнуть на будущее. Ну и что, действительно, все именно таким образом будет. Лекция, соответственно, это будет про пользу пандемии и всей этой ситуации для музыкальной индустрии. Также вы меня простите заранее, я как бы с телефона смотрю на то, что вы видите, и у меня это происходит с опозданием, я так понимаю, где-то в 30 секунд, а то и в минуту. Поэтому я себя в экране не всегда вижу, либо вижу с опозданием. Поэтому иногда буду, возможно, включать и переключать свою презентацию не вовремя. Но я думаю, что со временем совладаю. Так, ну что еще? Насчет чего еще стоит предупредить? Да, я сделал вместе с своим бессменным помощником Игорем Шумовым эту презентацию. Это, на самом деле, первая такая текстовая презентация, которую я вообще, когда-либо делал, я привык говорить, говорить многое. Но в этот раз вот решил немножко изложить какие-то, даже не тезисы, а некоторую картину, изложить ее в текстовом файле. Мы, конечно, будем ее касаться, но главное, это то, что будет говорить. То, что я буду говорить, в принципе. Может быть, я от каких-то пунктов даже в ходе трансляции откажусь. Потому что каждый день ситуация меняется, и то, что вчера еще вызывало оптимизм, за сегодня уже может угасать, как и все. Я сижу в изоляции, и изоляция, она так, знаете, на психику влияет, и то, как говорится, то новый день, то темнота. Так, я думаю, что можно начинать. Ну вот, спасибо имя Институт Музыкальных Инициатив за эту, как говорится, возможность. Ну вот, думаю, что пора переходить к презентации и, собственно, к лекции, в которой, я надеюсь, перерастет эту дискуссию. Так, сначала пройдемся кратко по нынешней ситуации. Сейчас, как бы, ее немножко рассмотрим. Вот тут вот, давайте озабываем, как нынешняя ситуация. Ну да, продаж билетов на концерты, я написал, стагнирует. Можно сказать, они стоят. В каких-то случаях они, наверное, даже падают. Потому что люди имеют право сдавать билеты. Но, в основном, по крайней мере, в таком более, в секторе беззависимой музыки, они в основном просто стоят. Слава Богу, массовых сдач пока билетов нет. Ну, стагнирует, короче. Концертные или букинг агентства либо закрываются, либо сокращают сотрудников. Если у вас есть какой-то, как бы, вы относитесь непосредственно к этому сектору, не знаю, пишите свои комментарии или просто как-то слушайте. В любом случае, даже если это еще не происходит, то это наверняка начнет происходить в ближайшее время. Потому что, что называется, нет концертов. Соответственно, у людей, ну, нет работы, которые в этом всем варятся. Ну, кто-то, у кого есть какой-то запас, там это еще какое-то время будет в надежде на скорое окончание пандемии, там как-то они еще держатся. Клубы и арт-пространства и музыкальные магазины закрыты либо сократили свои объемы за счет онлайн-продаж. Ну да, музыкальные магазины-то точно могут на онлайн-продажи перейти. Клубы, ну, очень немногие. Что-то сейчас действительно на стримах, возможно, зарабатывают какие-то весьма незначительные деньги. Но, опять-таки, это касается почти точно только клубов в столичных городах. В случае с нашей страной, в случае с Москвой никаких особо коммерческих стримов в других городах я не наблюдал. И не думаю, что они будут происходить. Поэтому все идет, конечно, к большим проблемам в этом секторе. Думаю, что мы не досчитаемся к осени целого ряда прекрасных заведений, а может быть и нет. Это мы обсудим чуть позже. У музыканцев у меня есть концерты, единственный заработок, стримы и донаты. Да, это именно все так и есть. Я сегодня, правда, смотрел на телеканале РБК интервью с Антоном Беляевым. Он там призывает всех к спокойствию, терпению. Антон прекрасный человек, но у него, как говорится, есть определенный какой-то жировой запас. Он, наверное, может подождать какое-то время, да, как он сказал, аж до октября. Буду надеяться, что действительно ждать надо только до осени. Но всякие маленькие группы и особенно группы средние им, конечно, почему средние, я потом покажу. Им, конечно, крайне тяжело и действительно никаких заработков не предвещается. Стримы, как я уже сказал, происходят в основном только в Москве. Те, что для брендов коммерческие, те, что могут действительно принести определенные деньги. И играют в них очень ограниченное количество групп. Какие-то группы в силу своей какой-то особой актуальности, именно связанные с данной ситуацией, может быть даже наоборот, смогут заработать больше, чем они предполагали. Я вот какое-то время назад сделал пост, предположил, что группа Хаден Даден с их, уже, в общем, достаточно старой песней ему сегодня дома, жутко хайпанет. Ну, время покажет, пока что очевидно, что она действительно хайпанула. Невозможно, не настолько, насколько я даже предполагал. Ну, я думал, еще больше будет. Но, в любом случае, точно не в убыток. Ну, и донаты, да, донаты, безусловно. Но я предполагаю, что с каждой неделей, к сожалению, этих донатов будет все меньше. Потому что, если в начале карантина у всех было такое, действительно, ощущение, что музыканты главные пострадавшие, у них не все концерты и так далее, и нам их нужно поддерживать. Сейчас, конечно, многим людям приходит осознание вообще тяжести создавшейся экономической ситуации. Для них лично карантин оказался не двухнедельной прогулкой какой-то, а не недельной уж тем более. А в лучшем случае месячный и более. Так что уже тут как бы самим себе помочь. Ну, дальше идем. Есть ли позитивные стороны? Так, попытаемся все на такой позитивный лад вывести. Вот. Я надеюсь, все-таки все видят, да, презентацию? У меня в ютюбе тут, я вот смотрю, оно хоть и с запозданием, но оно как будто бы, как будто бы ничего не меняется. Не понимаю. Все ок. Все ок. Ну, хорошо, что все ок. Вот. Сейчас поправлю себе. Так, что-то я не понимаю. Ага. Все, я понял, как обращаться с собственным гаджетом. Вот. Да, тяжело, конечно, вот так вот в один день стать digital friendly, когда ты всю жизнь был эритроградом. Простите меня за это. Что называется? Первый вебинар в моей жизни. Но мне еще что-то не подскажешь, что не последнее вообще ни разу. Так. Хорошо. Есть ли позитивные стороны? Ну, во-первых, действительно, здесь такая вот популистская фраза «Кризис двигатель прогресса». Ну, это действительно так. Все-таки нужно вспомнить и это и в экономике, он, в общем-то, двигатель прогресса для многих, и уж тем более для творчества. Я лично начал заниматься, делать вообще концерты и как профессионализироваться именно в 2008 году, когда потерял работу из-за «Кризиса». А в 2015, после того, как ввели все эти санкции, у нас в стране тоже был непростой период, в принципе, кризисный, экономический. Как бы главные какие-то свои шаги в своей карьере вообще предпринял, связанные с фестивалями и так далее, и так далее. И с тем, что переориентировался на продвижение русскоязычной всякой андеграундной музыки, которая, в общем-то, оказалась трендом на следующие пять лет. И вот эти пять лет сейчас прошли, и новый вот такой кризис, причем совершенно разноплановый, он как бы и социальный, и экономический, и психологический. И жизни уже точно не будет, как прежняя. Вопрос, какой она будет? Дальше читаем. Сейчас очень сложно спрогнозировать последствия кризиса. Ну да. Во время режима самоизоляции, в ближайшее время, после отмены режима самоизоляции, сорян, за тавтологию, и через энное время. В принципе, именно так и есть. Мы не знаем, в какую причину мы сейчас опустимся. Но давайте немножко проанализируем историю, и что вот заметно изменило музыку в двадцатом веке, например. В тридцатые годы, когда произошел резкий рост, ну, главное, мы сейчас говорим об Америке, конечно. Америка была, она и сейчас, в принципе, и остается. Но и тогда была именно в музыкальной сфере, так сказать, определенным таким примером. То, что происходило там, то так потом происходило и везде. Ну и вот, и был дикий рост концертной активности, огромный рост продаж пластинок. Музыкальная индустрия действительно впервые себя показал, как некий большой такой бизнес. Что этому предшествовало? Ну, конечно же, Волл-стрит, самый страшный, можно сказать, кризис. По крайней мере, двадцатого века экономический, который привел, сами знаете, к чему там. нацистам, и все в Германии, и вообще обнищанию полмира там. И даже в Америке, как вы единственный раз, в общем-то, плюнули на Конституцию, три раз подряд избрали президента. Вот, и все это, в общем-то, съели. Потому что это был беспрецедентный экономический, конечно, кризис. Спрашивается, как же так на фоне этого, рост продаж вот этих концертов, вроде как обнищание же. Между прочим, такой же наблюдался еще только в кинематографе, где тоже кинематограф как-то стал гигантской совершенно индустрией. Потому что, несмотря на обнищание, в такие моменты психологических бедствий люди, они, в общем-то, к творчеству тянутся. К тому, что может их как-то напомнить, дать им какую-то надежду на что-то лучшее. Одно дело, когда тебе кушать нечего, а другое дело, когда, ну, то есть даже в момент, когда тебе нечего кушать, тебе хоть что-то светлое. И музыка, она хоть тоже стоит денег, но эти впечатления, они именно в такие кризисные моменты становятся неким стимулом к будущему. И действительно, вот произошли некоторые вот такие изменения абсолютно, как бы, vital, что называется по-английски vital, не знаю, важные, решающие. В следующий раз подобное что-то произошло, ну, и да, возвращаясь, тогда этим вот жанром, который был двигателем тогдашнего прогресса в музыкальной индустрии, был джаз, свинг, если так конкретно, очень веселая музыка, танцевальная. Сейчас это так не воспринимается, но тогда это было просто как рейв какой-то, вот, хулиганская очень. Уже через там какие-то 10-15 лет это стало казаться очень коммерческой музыкой, и на смену пришел вот, я не знаю, вы видите, не видите. Вот, позади меня, товарищ Милс Дэвис, впереди у меня тут икона Колтрейна, в общем, молимся, в принципе, на них по-прежнему. Ну, вот, и они все, как революционеры от музыки, это дело прикрыли. Ну, вот, за что им большое спасибо, небольшой фанат свингере. Вот, далее в 70-е годы, если кто не в курсе, в 70-е годы, в начале всем уже теперь известная организация ОПЕК возникла. Тогда нефть стоила 3 доллара, сейчас это кому-то кажется, что это вообще не деньги, как же так? Вон, сегодня она стоит 16 долларов, и по всем каналам слезы льют, как же вообще жить? Ну, вот, тогда она стоила 3 доллара, но благодаря этому картельному сговору ОПЕК резко начала стоить 26, по-моему, если я ничего не путаю. Наверное, как-то есть какие-то большие знатоки, но они меня поправят, может, 33, что-то такое. Ну, вот, что привело к редкому обнищанию экономическому спаду в странах Запада, ну, вот, и вкупе с такими тенденциями в американском обществе, как whitefly, если кто не знает, это переселение белого среднего класса из крупных городов в пригороды, вот, когда-то, как бы, уже в течение 60-х всех наблюдалось, но в 70-е это усилилось из-за вот этого объединения масс, такого превращения крупных американских городов вроде Филадельфии, Нью-Йорка, Детройта и так далее в гетто. И чем это в итоге закончилось? Тем, что в опустевшем, но все-таки не полностью опустевшем, просто немножко обезлюдившим и ставшим гораздо беднее Нью-Йорка возникли, возникло всякое там хванг-движение, всем известные группы вроде Рамонс или там Блонди или это Токинг Хэтс и так далее. Мы этого случая еще коснемся, когда будет время слайда про клубы. Ну и, как бы, в какой-то момент экономика чуть-чуть стабилизировалась, не то, чтобы все стали жить отлично прям, но она чуть стабилизировалась. В Англии пик кризиса пришелся уже скорее на конец 70-е и начало 80-х, и там тоже произошла своя, как бы, культурная революция, всем известная манчестерская вот эта волна началась с G-дивижнами и прочими там группами, ну вот такими, которые в весьма суровых условиях все появились. И все вместе вот этот панк, это не просто панк, какая-то веселая музыка, которую любят какие-то маргиналы, это все-таки действительно музыка, которая повлияла на дальнейшее вообще развитие мировой музыки, в том числе и поп-музыки. Мадонна тоже была во многом продуктом той эпохи и впитала в себя всю вот эту рванину и выдала совершенно нечто новое. И далее, как бы, тяжело говорить там про конец 80-х. Я, если честно, только сейчас вот, когда на нас вот случается, на наших глазах это экономическое потрясение, что-то я слышал про некоторые сравнения, что, мол, в 86-м каком-то, то ли в 87-м году был какой-то экономический кризис, где-то там в Америке что-то как-то. Не знаю, возможно, он тоже как-то повли... Я просто степень обнищения тогда общества не очень осознаю, но, возможно, вот эта сиэтлская волна, она тоже была каким-то социальным ответом на происходящее... Ну, на экономическую ситуацию. Как бы то ни было, в 21-м веке это первый серьезный кризис, потому что в 2008 году это сейчас даже как будто бы не рассматривается как серьезный какой-то кризис. Ну, что-то там кто-то потерял немножко работу, кто хотел ее потом через год нашел. Но мы стоим перед серьезными какими-то изменениями, плюс все это на фоне вот этого коронавирусной истерии, социальные потрясения, вот это вот ощущение собственной какой-то, так хочется сказать, изоляции, ну, такой незащищенности, беспомощности в Западной Европе, там, в Германии, они уже выходят на демонстрации, потому что им кажется, что это затрагивает как-то еще их права там всячески, что там чуть ли не новый тоталитаризм сейчас потихоньку установят под этим всем. Плюс очень такое, возможно, волнительное, не волнительное, скажем, как-то сказать, опасное в каком-то смысле явление, то, что на фоне беспомощности всяких стран, которые были как впереди планеты всей были, США, в частности, в котором там такое ощущение, что они совершенно ничего не готовы, не могут контролировать, не могут ничего остановить, людей там хоронят чуть ли не в парках, в групповых каких-то могилах. в Европе, там никто никому друг другу помочь не может, Италия, там вся Испания, Англия, все в полном шоке. И на фоне всего этого Китай авторитарный, который благодаря своей этой авторитарной модели быстро, относительно быстро, по крайней мере, нам так кажется, нам так показалось, так как мы начало их пандемии все проморгали и только мемы какие-то рисовали. рисовали. Но такое ощущение, что вот, китайцы все правильно сделали, показали всему миру образец какого-то организации. А самое главное, не просто китайцы, как китайцы, а их авторитарная система. Ну и есть предположить, что в России сейчас вот ситуация как будто бы под определенным контролем, ну там у нас, по крайней мере, нет сотен тысяч пораженных, и я склонен этому верить, потому что количество моих знакомых с коронавирусом осчисляется приблизительно полутора людьми. То есть одного я знаю, а одного знакомых там, да. Ну и вот в то время как среди моих знакомых американцев там просто через одного. Но это тоже как будто бы это вот потому, что у нас вот такая вот страна с определенной организацией. Я еще не удивлюсь, если примером ее будут выставлять всем. И на фоне всего этого, ну конечно же, не может музыка, особенно, когда я говорю, можно сказать, независимая, то есть, наверное, и поп-музыка не может оказаться в стороне, но особенно какая-то серьезная творческая авторская музыка, она, безусловно, как-то на это все отреагирует. В начале это были там какие-то скорее смешные песни, полу-юмористические. Я видел на первом месте аргентинских чертов некая кумбия «Ла коронавирус». Я не очень хорошо испанский понимаю, но явно это полу-юмористическая песня была, судя по настрою. Но это было, знаете, больше месяца назад. Сейчас уже не до смехов, как будто бы. И вопрос, что же дальше? Что же нам ожидать дальше? Вот первый слайд посвящен концертным площадкам. Он не просто так, несмотря на то, что я говорю про творчество, и, безусловно, любая музыка, она идет, конечно, от музыканта и от творчества. Типа, нет музыкантов с творчеством, просто так ничего не будет. Но музыканты, они тоже, несмотря на всеобщее заблуждение, что они сидят у себя дома и тайны тихо творят, а потом закачивают в ВКонтакте или куда-то там на Саундклауд, и весь мир поражается их гению. Это так не работает все-таки. И, между прочим, тот факт, что сейчас определенный такой, как будто бы застой идей. Ну, то есть, люди, они, на самом деле, находятся сейчас в шоке. И музыканты тоже. Еще какое-то время должно пройти, чтобы они это переварили. То есть, может быть, там, тайный гений, где-то один сейчас сидит и какую-то великую, великое четверостишее сейчас написал, из которого главный хит 21 века выйдет. Вполне возможно. Но это абсолютно не факт. Возможно, ему еще надо переварить. Опять-таки, вся эта изоляция, там, с одной стороны, изоляция с другими людьми лишает тебя, как творческую личность, определенного пространства, и ты лишаешься возможности какую-то великую песню сотворить, потому что ты, разве же, в туалете оказываешься один и ненадолго при этом. Вот. А с другой стороны, если ты абсолютно один, и ты лишен взаимодействия, нормального взаимодействия, сопереживаний с другими, то это тоже у тебя не всегда, не всегда эта ситуация способствует тому, что ты вот к чему-то там пришел. Ну, вот. Не исключаю, конечно, что кто-то, вот, я не знаю, особенно, особенно вот эти вот все душесчипательные истории про то, как границы закрыли, и кто-то там разделен, вот это вот, может быть, там он сублимирует и сейчас напишет. Ну, в общем и целом, в андеграундной особенной музыке существует определенная сцена, то есть, по-английски, scene, сейчас сцена не очень хороший перевод, scene это больше, чем сцена, ну, типа московская, ну, такое какое-то сообщество, я не знаю, как сказать, тусовка, в которой эти музыканты, они все варятся, друг на друга влияют, друг другу завидуют, подражают, пытаются друг друга перепрыгнуть, перевыплывать, и, что самое важное, они еще друг друга подбадривают, либо определенные какие-то планки ставят и пытаются их перепрыгнуть, вот. А происходит это все обычно и зарождается, что самое главное, в каких-то небольших клубах, потом это, конечно, переходится в средние и большие клубы, и там дальше тоже какая-то борьба происходит, но зачастую в небольших, таких вот, как в 70-е годы, вот в Нью-Йорке был культовый клуб Сиби Джимми, который вообще был хорошим-то кантри-клубом, как бы, Блю Грасс там, или как это, Блю Грасс кантри-клубом, но из-за тогдашнего кризиса и обнищания, и вообще обезлюдивания города решил переквалифицироваться и пустил к себе людей тех самых, которые потом в следующие 15 лет изменяли лицо мировой музыки. Ну вот, и условно 5-4-7 лет назад в Москве тоже изродилось или продолжил свое существование целый ряд клубов, и не только в Москве, но и в Новосибирских всяких, в Питерах тем более, и так далее. Где вот эта вот вся сцена, эта музыкальная тусовка зарождалась, тусовалась, выкристаллизовывалась в будущих, сегодняшних вот звезд и, как сказать, трендсеттеров, что ли, музыкальных и так далее. Ну вот, я здесь перечислил вот в этой вот, да, начну, почему я вот это вообще решил, показываю вдруг внезапно какие-то арендные ставки. Этот слайд, он, вот эта информация, которую я тут вынесла, она, я ее указал, чтобы вам объяснить такую одну вещь. Дело в том, что кто, если кто-то думает, что ситуация в российской музыке, особенно независимой, а независимая, почему я вообще все время на это указываю, на underground, независимую музыку, не бежать какой-то адский маргинал и что-то вам тут пропагандирую, а потому что, в принципе, поп-музыка, она почти всегда своими истоками уходит в underground. А во-вторых, потому что особенно те исполнители какие-то важные, популярные, которые у нас есть сейчас, они-то уж точно из него вышли. Как бы даже такие, как, я не знаю, певец Мольбек, да, который вроде уж куда коммерческий, чем он. Но он, да, он как бы плоть от плоти из underground как бы вышел в одном дворе с группы пассаж взрослый. Ну вот, или монеточка, да, которая, сами знаете, как появилась и где и на каких фестивалях вначале выступала. И все помнят это ее знаменитое видео в Урганте и хохот господина Урганта перед тем, когда упоминал то, где она чуть ли не на следующей неделе выступит. Да, они все, в общем, конечно, из этого underground, ну и Husky, конечно же, тоже Husky, да и остальные рэперы, и LSP, и все эти люди вышли из очень такого underground, из очень маленьких клубов. Они действительно независимы и остаются независимы и даже сейчас, потому что никаких крупных лейблах они не подписаны, потому что это такая целая волна артистов, которые self-made абсолютно. И в последний год, да, вот эти вот артисты, они сейчас на большом уровне и кажется, что все хорошо, но тылы, тылы очень сильно обеднели. То есть за вот этими айспиками, Husky и пассажами, не то чтобы там россыпь групп, которые прям вот прям хоть сейчас готовы составить им конкуренцию. Там пропасть на самом деле. И причина эта в том числе, ну она и поколенческая, наверное, в том числе, потому что, а где она там может выкристаллизоваться? Такой завершающий год вот этой всей новой русской волны и такой могильщик, могильщик особенно московской вот этой вот инди-сцены. И сейчас при помощи этого слайда я вам объясню. Вот здесь мы видим некоторое количество клубов, я указал, и их всякие арендные ставки. Ну, Плутон, я как бы не в маразме, я в курсе, что его нет, я был одним из его учредителей. Просто на его примере он уже как бы погиб, и хороший пример того, почему. Далее вот, да, есть кто не в курсе, клуб Плутон существовал вот до прошлого года, до середины прошлого года, в 18-м, 19-м. Успел встать там, войти в десятку там чуть ли не самых классных клубов Европы, по некоторым версиям. Ну вот, но закрылся, и не только по причине неумности своих учредителей, хотя, безусловно, мы были крайне неопытны и сделали кучу ошибок, но, но не это, не это погубило. Вот Punk Fiction я тут указал, успех, Punk Fiction успех, два клуба находящихся рядом, на заводе Авиатор. Синдром Барнер, такой в Екатеринбурге, такое очень заметное, важное место. И еще я знаю, я очень немного указал, потому что не все, не все пожелали, честно говоря, афишировать свои вот эти цифры. По различным причинам я все прекрасно понимаю, но при этом я эти цифры все знаю, поэтому буду так отстраненно говорить. Есть, ну вот, чтобы вы просто понимали, да, это вот, условно говоря, да, клуб Плутон 400 тысяч, да, 15 тысяч, 15 тысяч. Это вот чистыми только аренда. К этому надо приплюсовать еще различные операционные расходы, какие-то там, да, всякие разные, зарплаты сотрудникам, там, уборка, охрана, бармены, там, кто-то, кто-то что-то там чинит, типа завхоза, бухгалтерия, арт-состав, раннеры, проверяющики всяких браслетов и так далее. Если я сейчас вам скажу, что это приблизительно еще полмиллиона, то я вообще точно не ошибусь, даже может быть больше иногда. И все это, как бы, мы, какая бы Москва ни была, но при среднем, при средней цене на билет в, там, я не соберусь, скажу, что чистыми рублей 400. Ну, как бы, вы сами понимаете, клуб, это такая вещь, она работает не 2-4 часа в сутки, она работает, в лучшем случае, это по вечерам. И, соответственно, очень короткое окно, когда ты можешь что-то заработать. Как, ну, как бы, наша страна в целом, если брать клубную, барную, ой, клубно-концертную какую-то историю, она наверняка в Европе все списки самых непьющих публики вообще занимает. Удивительно звучит, но россияне реально крайне мало пьют чего-либо на концертах. Вот факт, как факт. Наверное, это, у этого 2 причины. Во-первых, россияне очень, и москвичи не исключения абсолютно, очень серьезно относятся к посещению концертов. У нас люди не посещают концерты, как сказать, для веселья, странно звучит, но они идут реально, чтобы вот приобщиться к высокому, к искусству. Даже на панк-концерте. То есть это реально их какая-то любимая группа, либо очень интересная. И они хотят там быть трезвым, в достаточном уме и бодровее какой-то такой хорошей памяти, чтобы всего себя там отдать. Не знаю, что ничего не пьют, но пьют крайне немного. Плюс мы говорим все-таки о какой-то такой свежей, новой, интересной, меняющей что-то музыке. Ее, естественно, слушают люди помладше. Люди помладше отличаются еще достаточно узкими кошельками. То есть они еще и не пьют по причине своей молодости. И по итогу бар это не что-то такое, на что можно сильно рассчитывать в обычной жизни. То есть это не решение всех проблем для заведения. Билеты? Билеты да, но опять-таки, как неудивительно, в России в целом и в Москве, в частности, самая дешевая аренда вообще в принципе концертных площадок, которую только можно представить. Особенно если мы говорим о малых. Когда мы говорим о больших, то там какие-то цифры уже более похожие на то, что в мире. Но в Москве, ну как бы на полном серьезе, если мы говорим о процентах, то во всяких, ну вообще в Европе это редкое явление, что там какой-то процент, что-то такое. Но если там вдруг заходит речь о процентах, то это скорее что-то вроде 50 на 50. У нас ставка 70 на 30 считается невыгодной для артиста. То есть артист практически всегда воспринимает это как почти что-то оскорбление. Он хочет хотя бы 80 на 20, а то и вообще что-то вообще отдай все. Это же мое творчество. Музыканты всегда думают, что что-то там дикое зарабатывается на баре. Аренда составляет в заведениях, указанных у меня здесь, это цифры, исчисляющиеся тысячами. В редких случаях парой десятков тысяч рублей. Это вот даже Плутон, при том, что в нем помещалось 450 человек, он не был таким уж маленьким, все равно тяжело было аренду больше 30 тысяч, стребовать с кого-либо. То есть это бизнес не особо выгодный, при этом в Москве действительно нездоровая цена на аренду. Вот может быть тут видите, бар успех 180 тысяч, подумаешь 180 тысяч. Ну да, мы говорим про клуб, который там 100 с гаком метров, в котором помещается как бы 100 человек на концерте. Может быть 120, это в каком-то максимуме. Вот и считайте. При всей его андеграундности, там с билетами в 300-400 рублей, из которых клуб получит тысяч пять-семь за концерт, в лучшем случае. И как мы до такого докатились? Ну, надо понимать, что у этого корня еще в БЭК, еще, наверное, в Советском Союзе где-то, ну и в дальнейшем, не выросло еще то поколение, тем более оно не у власти, которая относится к вот этой всей концертной движухе как к чему-то позитивному. Это до сих пор состоится с чем-то маргинальным, чем-то таким токсичным, опасным, хулиганским, наркотиками, пьянством, девиантным поведением, короче говоря. И абсолютно, вроде бы, цой наше все, уже из каждого угла это теперь доносится. Я, кстати, не спорю, несмотря на то, что я не считаю, что цой наше все, ну, как бы, хорошо отношусь к кино, но не считаю. Но пусть, пусть будет так. И побольше, пожалуйста, в этих очень плохо сделанных фильмах про цой показывайте вот эти вот концерты, где молодежь размалеванная бухает. пусть всем это зайдет, как, что вот это нормально. Потому что и чиновникам, и обществу в целом, а именно то, что общество в целом, поэтому и чиновники так, как бы, реагируют. Им кажется, что все вот это, что у нас тут указано, и многие другие клубы, которые я тут не упомянул, это что-то опасное, какая-то гадина, которая, позволено, в принципе это не то, что поддерживать не надо, а вообще типа сидите тихо и не упендривайтесь. то, что из вот такого рода мест выходят нынешние там любимые всеми поп-звезды, никому в голову не приходит, и вообще никто даже не хочет об этом задумываться. в конце концов все так привыкли, типа, что все строится на бабле, и надо зарабатывать бабки, что, как бы, так и продолжают все делать. Поэтому владельцы недвижимости в нашем городе, а я сейчас говорю главную ворсу про Москву, потому что в других городах оно хоть и так обстоит, но в силу другой экономической конъюнктуры там как бы ситуация получше. Особенно в Петербурге, конечно. Не знаю, пусть какой-нибудь другой человек расскажет, как так получилось, что в Петербурге в два раза минимум ниже арендная плата, а то и в три на все. Но видимо, это какое-то наследие 19 века, тогда это был какой-то крупнейший город Европы и там построили много всяких складов, заводов, жилья и теперь там есть где развернуться. В Москве же полный дефицит еще с 20-х годов любых площадей, а сейчас когда это в руках прекрасных людей полубандитского толка, которые в 90-е годы все это хапнули, кстати, сегодня 150 лет Ленину, Ленин, привет, в общем, наверное, стоит его перечитать сейчас, потому что наверняка можно у него найти много цитат, которые бы описали бы то, что происходит. и конечно эти люди по понятным причинам хотят заработать деньги и им все равно что там будет. Они конечно бы с удовольствием везде бы открыли салоны красоты и в какой-то момент мне казалось что у нас настанет светлое будущее и будет по одному салону красоты на каждую даму и по одному барбершопу на одного мужчину но где-то это все-таки предел настал и прям везде не сунешь конечно же подобный прекрасный тихий и хорошо плачущий арендобизнес вторая причина это конечно же наше определенное законодательство и отношение к концертной индустрии и к таким андеграундным каким-то ее проявлениям по законодательству на самом деле тут я должен сейчас конечно не только в нашей стране но и в мире ни одна сотня культовых клубов в мире закрылась по причине жалоб соседей но у нас действительно тяжело тяжело открыть что-либо что хоть чуть-чуть шумит потому что там рядом не должно быть этого того сего пятого десятого и в итоге число мест которые подходят по метражу и тишине оно крайне ограничено плюс у нас совершенно потрясающее законодательство в сфере вот этого продажи алкоголя мы что-то боремся за здоровье дико и вот например в панк-фикшн неуспехи да и в плутоне тоже по причине различных ограничений что это какой-то якобы завод заводом был одно было заводом за 20 лет до этого другой был заводом за 90 лет до этого но как-то оно все еще оформлено заводом и поэтому там нельзя продать крепкий алкоголь пиво если что если кто не знает не очень выгодно продавать ну вот ну не выгодно наверное маржа маленькая какая-то вот и по итогу как бы получается ситуация ну и я уж не говорю о том что ожидать ситуации как там происходит в какой-нибудь Голландии я уж не говорю про Швейцарию и даже понимаете как-нибудь в Венгрии или Сербии или даже по-моему Польшу но Сербии даже понимаете есть определенное какое-то бюджетирование какая-то поддержка подобных бизнесов клубов потому что есть осознание типа важности важности что это ну что это так же важно как консерватория что это такой культурный некий хаб откуда идет развитие вообще искусств культуры и то что позволяет обществу не скатиться в какую-то дичь ну вот у нас все этого нет у нас дичайшая дорогая аренда которая вот в пятнадцатом году была определенное падение ее и вот зародилось энное количество заведений или продолжилось существовать благодаря этому а сейчас все так прекрасно обогатели как бы постепенно несмотря на все там спады какие-то там это вот и в итоге мы пришли к ситуации когда начали еще в прошлом году массово закрываться и в этом году продолжали и по моим личным опять-таки еще раз говорю по моим личным предположению к концу года бы площадок до трехсот четырехсот человек попросту не осталось в том числе возможно бы некоторые культовые давно существовавшие заведения также бы ну уже испытывали определенное такое нестабильное финансовую ситуацию да просто продолжил строительство больших вот этих всех гигантомании пошли ходить на концерты в целом стало модно а когда что-то танцы модно оно становится однородным не может быть модно ходить на все если ты ты в таких в таких случаях единицы становятся каким-то вот аккумулят аккумулировать массы андегран не может быть масса он всегда как бы такой очень выборочный и ну и что меняется скажете вы ну и чего ну блин закрылись бы и они сейчас и так закроются возможно возможно оно так и произойдет возможно действительно сейчас в связи с кризисом обанкротятся некоторые хорошо известные заведения может быть даже под вот эту костлявую руку карантина и попадет попадут и те заведения чье в силу определенных причин которые и там грамотно выстроенные какой-то стратегии они бы как бы не смогли пережить вот эти вот финансовые проблемы однако однако сейчас они закроются да главным образом конечно в случае если их арендаторы не пойдут навстречу не дадут каникул и так далее я знаю что такие уже такая ситуация уже как бы она уже имеет место быть уже кому-то не дают в частности некоторым вот указанным здесь у меня клубом но это лишь говорит о небольшом уме этих самых арендаторов которые реально видимо думают что сейчас вот так вот по мгновению волшебной палочки закончится карантин и завтра всем всех пустят на улицу и компании вернут свои офисы сотрудники этих компаний пойдут пить есть тусоваться и скупать айфоны брать кредиты возвращать кредиты вот и пользоваться ездить путешествия ходить на флоутинг и так далее ну вот это вот я тут много говорю что мои предположения но в чем я уверен что вот прям вот такой идиллии точно не будет ну блин все-таки все-таки нет 16 долларов и многие другие моменты как бы свидетельствуют о том что мы видим сейчас будет экономический кризис обнищение и не самые простые времена ну и даже если бы их не было многие компании уж точно не вернутся в свои офисы потому что все теперь поняли что такие большие офисы как у них были уже не нужны многие могут работать на удаленке многие вообще могут не вернуться как бы в эти офисы сделают снимут меньше или или всех распустят по удалению кто-то конечно же обанкротится магазины и так далее и так далее и это приведет хочешь как бы хочешь не хочешь приведет к сокращению ну к падению аренды и тут у нас как бы весы с одной стороны сокращение аренды это позитивный фактор то есть вот эти цифры можно будет как минимум на два поделить я так думаю к осени а с другой стороны обнищение людей потому что ну там я не знаю 8 миллионов россиян лишится работы 33 процента я и то и другое слышал вроде даже нет совсем каких-то идиотов серьезные эксперты более-менее но что-то явно произойдет негативное кто-то явно останется либо без нее либо с сокращением зарплаты но в данном случае как будто бы одно перекрывает другое и типа ты но что все-таки здесь лучше конечно для владельца подобного заведения для него сокращение арендной платы это важнее потому что да люди обеднеют и не будут готовы платить много но но опять-таки вспоминаю возвращаемся к тому с чего я начал тридцатые годы волл-стрит и так далее ситуации когда у тебя какая-то хмурая бедная жизнь ты хочешь себя развлекать все равно и вот это вот и ты хочешь больше двигаться танцевать сидение в дорогих ресторанах вот оно точно пострадает и жизнь уже такая она становится в кризисный момент такая энергичная ты понимаешь что надо двигаться надо как-то быть активнее вот это вот сидение такое а у меня хорошая работа я вот тут жду повышения вот это вот все куда-то уйдет и в данном случае как бы у нас скорее на две ситуации не было коронавируса все бы эти клубы точно бы закрылись рано или поздно ну просто потому что чем богаче общество тем тем меньше шансов андеграун вообще прорасти андеграун такое как растение ему навоз нужен а не асфальт понимаете и если вы и у меня есть пример хороший пример это город Нью-Йорк тот самый о котором мы говорили который в 70-е годы вот в беднота и обнищание а он пророс был музыкальной меккой очень долго еще а что теперь Нью-Йорк теперь ну еще где-то 10 лет назад все видели кадры душесчипательные Петти Смит там плакала как закрывался тот самый легендарный практически клуб музея Си-Би-Джи-Би конечно в городе где теперь однушку фу какую однушку где ты платишь 3000 долларов чтобы шерить еще с двумя соседями квартиру как бы какой там Си-Би-Джи-Би может быть и теперь такая вещь как Нью-Йоркская сцена ну конечно сейчас наверняка в комментариях вылезут а вот эта группа а вот та а вот эти ну конечно Моби может себе позволить продолжать жить в Нью-Йорке и какие-то Дрюс-Троукс которые вообще достаточно в принципе из семи семи мажоров но сейчас-то и подавно могут конечно себе позволить оплачивать квартиры там но новых вот каких-то исполнителей ну где-то там на окраинах Бруклина что-то может быть но вот так вот сказать как сцена вот прям сейчас в 20-ти миллион в Нью-Йорке который был музыкальной меккой ее считай нет то же самое можно сказать и Сиэтле то же самое можно сказать и Сан-Франциско потому что эти города стали слишком дорогостоящими для проживания как бы и в принципе подобная ситуация происходит и в Париже с Лондоном которые конечно тоже были вовы какими местами и сейчас то же самое может произойти с Москвой и до свидания Новоросская волна так положительные стороны для фестивалей но давайте к фестивалям я позже вернусь или давайте я быстро скажу вы тут можете сами прочитать все все факторы но я что-то тут заговорился поэтому я очень коротко про фестивали скажу это скорее касается кстати говоря даже не российской действительности а европейской очень много фестивалей стало в Европе из-за этого причем они все делаются по какому-то одним и тем же лекалам и делаются уже далеко не людьми из какой-то музыкальной музыкальной тусовки типа не людьми которые там десятки лет как-то там что-то там знаете устраивали сначала свое имя а потом вокруг него какой-то фестиваль не промоутерами даже а какими-то бизнесменами которые берут где-то деньги кредиты или что-то и клонируют в каждом можно сказать населенном пункте в Германии в Западной Германии и Бенилюксе и Северной Франции Швейцарии там уже просто ты смотришь там мне кажется пешком можно от одного фестиваля до другого идти настолько их много и лайнап у них ты видишь одни и те же долбанные имена в Испании еще всякие в Хорватии фестиваля фестиваля для музыкальных туристов каких-то и из-за этого цены на booking артистов просто взлетели потому что артистов просто не хватает на все эти фестивали и они одни и те же везде и чтобы их перекупить друг у друга фестиваля предлагать какие-то дикие деньги и в итоге кто жертвой этого становится ну как бы хорошие фестивали фестивали у которых не хватает каких-то запасенных откуда-то средств фестиваля которые не хотят суперкоммерциализироваться и все завешивать спонсорскими какими-то баннерами фестиваль которые не умеют может по какой-то причине работать со спонсорами что конечно можно им в укормал типа сами дураки но такое бывает знаете бывают и идеалы у людей бывают и люди бывают просто слишком вовлечены в музыку чтобы быть еще параллельно знаменатоками всего этого ну вот например исчез мой любимый в прошлом фестиваль Old Tomorrow's Parties да вот он просто обанкротился зато всякая другая херня в Англии цветет и пахнет что-то не цветет многие фестивали тоже знаете это как с идеей была такая музыка ублюдская кстати если кто ее любит может сразу отключаться эта лекция не для вас я вообще не понимаю зачем вы ее слушаете ну в общем такая вот была музыка и был такой кризис связанный с ней это был как МММ почти несколько лет назад все начали вбухивать дикое количество денег в этих EDM звезд в эти EDM фестивали думая что вот не сегодня завтра EDM станет ну я не знаю я даже не знаю как они они походу как признался глава компании которая обанкротилась он даже никаких бизнес-планов не делал он просто услышал где-то что это тренд понимаете я слышу что это тренд и решил ну тогда вбухаю туда сколько-то миллионов ну вот а потом ну все это как бы стало ясно что это невозможно купить и то что с фестивалями вот кто-то услышал что надо в это вбухивать они там убыточные но они верят что в будущем все это чудесно уже отобьется а теперь ну в Германии уже точно не будет там никаких 1 мая во многих других странах тоже будут какие-то новые даты карантина озвучены но вполне возможно что и там скорее всего летом никаких фестивалей не будет они уже многие переносит на 2021 год или отменяется ну переносится это Роскельда переносится да там а как бы некоторые просто отменяются и ну как бы можно сказать они не так много потеряют ну склон на горе какие-то операционные расходы а может быть ну как бы условно говоря если ты в этом году у тебя весь бизнес был нацелен на то что в этом году заработать тебе дать какие-то свои прошлые долги и так далее и так далее то скорее всего ты просто банкротишься ну и как бы меньше фестивалей меньше гонорары будут у артистов потому что типа если начнется какая-то здоровая конкуренция между артистами это не может не повлиять на их ценники а ценники у них в последнее время честно говоря не здоровые но это дать в какой-нибудь другой раз говорим положение истории для музыкантов так что я имел ввиду сейчас меня вспомнить что я имел ввиду ростово концертное да это вот ситуация когда которая происходит сейчас что имею ввиду подпрофессионализироваться но то что в последние годы действительно у даже самых таких независимых андеграунд артистов появилась возможность возможность выступать и выступать многое ездить целыми турами по стране то благодаря этому благодаря этому собственно они смогли не просто начать зарабатывать а начать жить благодаря музыке что что это значит это значит что они смогли начать уделять музыке все свое время не где-то там в промежутках между работой в офисе но прям вот конкретно все свое время либо даже смогли предположим они еще продолжают работать для какой-то стабильности своей жизни условно они хотят жить они просто только на одну но они на каких-то таких порт-тайм работах которые все равно оставляют им много времени для творчества именно это я называю профессионализацией развитие соцсетей и видео хостингов позволило независим поп-артистам обратить на себя внимание рекламодательный бренд ну я в общем-то все знаете да действительно в последнее время в последнее время артисты действительно даже самые-таки независимые что-то там они потихонечку мелькают и в рекламе и во всяких вовлечениях брендов кто-то меньше кто-то маленьких проект кто-то больших но число таких артистов оно в любом случае сейчас ну как минимум десятками а то и чуть ли не сотни можно сейчас имен назвать которые так или иначе будут оставаясь абсолютным андеграундом такими независимыми артистами но зарабатывает так или иначе в интеграциях с рекламными всякими брендами многие музыканты остались без источника дохода ну да вот сейчас так это это наверное там должно было быть ну короче не суть говорит мне тут виснет у нас виснет так что и слышно нельзя виснет так что пропала часть спича и типа не просят найти место поближе к модему поздравляем мы сидим у модема так ну я надеюсь что там все-таки так или иначе не слышите и какая теперь вот какие положительные стороны артисту пришло время диверсифицировать свои заработки научиться получать деньги другими потоками патреон там ютюб донаты трансляции мерч физические носители ну то есть да в какой-то момент артисты поделились на две части одни у нас зарабатывают 90% в случаях только стримингом другие 90% только концертами вот буквально в последний год появилась тенденция о том что вот там стриминг все такое все начали пытаться зарабатывать но я развенчаю миф которые многие думают что это вот терьяф что на стримингах ну прям вот все зарабатывают нет нет стриминг это удел практически точно в основном только лишь поп артистов то есть у меня есть такой индекс шаурмы вот если ты слышишь что возле вашей шаурмы играет вашей локальной какой-нибудь играет артист тот или иной вот ты услышал вот он зарабатывает на стриминге если он там не играет может быть меньше может больше но все равно его заработок за квартал исчисляется в лучшем случае тысячи ну как бы скорее тысячами в лучшем случае парой тройкой десятков тысяч рублей есть какие-то исключения но урок артистов поверьте если у тебя прям поп-хита нет если ты берешь публику вот этой атмосферой концертной концертной и так далее так далее нет я и на западе я не думаю что это сильно отличается я не думаю что группа Sonic Youth много зарабатывает на стримингах наверное не тысячи конечно рублей и не десятки но но это несопоставимые деньги ну сейчас они конечно вообще ничего не занимают но это другое так изоляция коронавирус экономическая депрессия благотворит почвы для творческого взрыва ну да я это уже в принципе сегодня говорил но вот я сейчас например в очень таком ожидании какой-нибудь новой музыки откуда-нибудь из Италии или Испании страны которые мягко говоря не являются поставщиками чего-то какого-то уникального контента как ушел от чего-то выдающегося интересного но но артист там есть в Италии даже какие-то мало-малин даже достаточно интересные есть они немножко чуть-чуть вторичные но ну у них как будто бы не всегда есть хватает уверенности в том чтобы что-то аутентичное делать но вот сейчас я вот в ожидании и и в России в Москве тоже как бы я уверен что сейчас в принципе уже много какого-то контента странного творится но сегодня вот в новостях я видел жидчайше совершенно видео про то как все занимаются творчеством и какие-то жидчайшие песни про коронавирус поют насколько я знаю вот в некоторых сервисах где лейблов куда присылается всякая музыка там просто дикий поток всякого говна про коронавирус но я конечно не об этих я не говорю о количестве каких-то глупых писюльках на злобу дня я говорю о каком-то творчестве которое возможно мы не завтра увидима это будет спустя какое-то время которое будет так или иначе спровоцировано этим ну действительно жутким но очень интересным явлением которое никто не подумал что нам придется такое пережить ей надо до сих пор не верится что это вообще с нами происходит положительные стороны для брендов но это самый такой противоречивый момент но я решил что их тоже нельзя обойти в этой компании все эти надо понимать что в последние годы очень сильно изменилась вся эта история бренды начали ориентироваться на молодых активный потребительский вот этот сегмент стали интересоваться молодежной культурой главным музыку сейчас связи с таргетированием вот этого нового целевого сегмента диджитализация рекламы выросла во много раз я пытался найти точные цифры но не успел но но вы сами понимаете что это прям разы потому что действительно тенденция вот того что реклама уходит и рекламные компании главное они рассчитаны на интернет при этом мы в России тут в данном случае впереди очень многих стран у нас это прям как бы раньше начало производить происходить и очень глубоко и в связи с этим да и вот еще один момент запрет ограничений рекламы алкоголя и табачных изделий привело к уменьшению рекламного бюджета ну и вот и создание всякие платформы я там примеры привел то есть на самом деле получилось так что вот в этом смысле бренды они ну то есть вообще наш рынок он как будто бы карантином готовился много лет и он постепенно диджитализировался вот и в какой-то момент просто такой все уже больше другой рекламы нельзя делать а внуки мы как бы готовы другое дело что их клиенты некоторые не настолько были к этому готовы и они сейчас находятся в состоянии шока и они понимают вообще на что ну за что рассчитывать в будущем вообще что будущее там вообще будет их там условные кроссовки или сигареты или что-то или бухло в общем будут потреблять но очевидно что до нуля но упасть не не будет кто-то в силу разных причин не уйдет с рынка и должен быть дальше себя как-то продвигать в среде людей и бренды они уже к этому готовы им нужно тоже тут просто выжить им нужно как-то правильно перегруппироваться и во многом они уже готовы и опять-таки так как все сейчас в диджитале оно все значит соответственно ориентируется на достаточно молодой сегмент хотя опять-таки видите раньше только молодой сегмент был в диджестве а теперь как бы все вынуждены стали ну то есть вот это вот конечно вот фиг знает как оно вот будет но положительные какие-то стороны у этого есть безусловно и они кто-то их получит ну в конце концов надо понимать что всякие онлайн активности они зачастую конечно гораздо дешевле чем оффлайн активности и в связи с будущей экономик экономии всего и вся и бюджетов в том числе конечно есть ощущение что как неудивительно карантин закончится оффлайн активности не факт что начнутся как пример я вот тут вот привожу стрим стрим который делала МТС вот этот проект МТС VR да интересная движуха хотя конечно много вопросов к ней ну и в общем-то спасибо хочу сказать но я обещал отвечать на какие-то вопросы сейчас главное чтобы телефон не умер мы уже с вами в эфире полтора часа поэтому много вопросов надеюсь не будет уже хочется кушать идти или есть как вы предпочитаете так ну смотрим смотрим затем какие вопросы какие вопросы нет вопросов ну тут с запозданием каким-то поэтому я так понимаю что пока это до вас дойдет пока вопросы появятся ну что ждем подвисло тут у нас есть вопросы комментарии по поводу того что подвисло тут рассказывают про то что панк фикшен и успех официально опечатали ну я даю я так скажу я даю где-нибудь процентов пятьдесят что арендаторы еще приползут к ним и еще буду умолять их вернуться потому что эти люди они наивно видимо думают что сейчас они это пространство сдадут под не знаю какие-нибудь офисы или кафешки какой-нибудь у них есть кафе вот это фор что-то там что-то там ну какого-то кафе с кофе и что они там тоже таких но они просто не понимают что им надо скорее думать о том как бы удержать своих остальных арендаторов скоро у них остальные все офисы съедут ну по понятным причинам ну как бы я думаю что удачи если нет то как бы это не самое идеальное место в москве было для клубов а у меня очень нравился за двора там и так далее я там хотел делать вот в конце мая концерт группы Лос Пиранес но мы понимаем уже что его не будет хотя бы потому что просто Лос Пиранес не долетят найдут помещение лучше я по крайней на это очень рассчитываю простите это не коронавирус это аллергия хорошее или сейчас время выпускать синглы альбома непонятно мне кажется что как будто до сих пор все находятся в состоянии шока и может можно легко выпустить альбом и он может оказаться незамеченным с другой стороны жизнь продолжается и и как бы не может не происходить но рано или поздно должен быть контент и если у вас контент по-настоящему офигенский какой-то то не исключено что как раз состояние этого шока вот вы и сыграете просто не исключено что вы сейчас его не выпустите и потом вот все отложенный спрос будет не исключено что потом вообще не до музыки будет какое-то время всем не знаю не знаю тяжелый вопрос решайте сами что я не хочу брать ответственность за провал или что-то такое вашего вашей музыки вашего релиза если это по-настоящему что-то достойное то я думаю это сыграет просто другое что это может не сыграть а вы решите что это исключительно из-за этого но оно там дальше позже всплывет ничего страшного я думаю что лучше выпустить потому что есть альбом музыка это некое детище если вовремя не сдать в ясль то может плохо закончиться каким образом при нынешних условиях заявлять о себе новому музыканту музыкой музыкой и раньше то же самое было только музыкой типа ну я не первый канал я не буду вам советовать какой-нибудь там я не знаю пробежать марафон у себя дома напевая свою музыку и войти в книгу рекордов идиотизма и так все заявить только музыкой можно как заработать на таких группах как буерак как заработать на таких группах как буерак я знаю группу буерак сама приказана как зарабатывать ее спросить как она зарабатывает они зарабатывают опять-таки музыкой что думаете в патреоне я думаю что патреон это интересная штука но вы должны осознавать то что вы должны что это не просто типа донат, помогите. Если вы хотите просто, чтобы вам кто-то дал денег, то выходите лучше на улицу, получайте там пропуск, вы выходите и просто протянутой рукой стоите. Патреон это не просто дайте мне, я очень хороший, это ты обязуешься определенный контент поставлять людям. Если вы помимо обычного творчества можете какой-то контент, еще какие-то веселухи, какие-то развлекухи, какое-то общение, взаимодействие, интерактив предоставить, то тогда патреон это классная штука. И если у вас, главное, есть фэны, потому что нужны фэны, патреон это для тех, кому не безразлично ваше творчество, ваше мнение, вы вообще лично. Если вы артист, который первый альбом только выпускает и сразу просите, помоги мне, помоги, я думаю, что это рано. Ну, ну как бы мне кажется. Что вы думаете о состоянии музыкальной сцены в Питере, где все маленькие группы, где все маленькие группы? Почему их нет? В Питере дофига маленьких групп, я бы сказал, что в Питере даже их пруд в пруди. Вопрос, проблема этих групп то, что они остаются настолько маленькими, что вы даже не знаете, что они существуют. При этом многие из них остались. То есть, другим словами в сцене, сцены там очень хорошие, но эти маленькие группы как раз там в таком количестве, потому что там много маленьких клубов вроде и анатеки, и там и же с ними бесконечное множество, как он там называется, носив кабели, там всякие клубы и так далее. Они, правда, постоянно закрываются, постоянно открываются вновь. Там состояние дел гораздо лучше, чем в Москве. Мне кажется, из Питера... Москва сейчас провиснет, а Питер скоро будет на коне. Но он уже во многом как бы на этот коня забирается. А в Китае были какие-либо музыкальные взрывы за время или после пандемии, или не заметить. Это крайне не интересно. Не, ну то есть у них есть там поп-звезды, там Вит, Витаса они очень любят. Ну то есть какая-то такая вот история, конечно, есть массовая культура, но если мы говорим о музыке как музыке, они просто какое-то помешательство, то у них это крайне мало было. Может быть, сейчас это как-то повлияет, но опять-таки пока что я ничего не знаю. Не надо думать, что я сильно слежу за китайской сценой. Пока нет, по крайней мере. Но она сама себе там заявит, когда надо будет. Я уверен, что рано или поздно оттуда что-то выпачкает, что-нибудь родится. В Индонезии хорошая сцена, и в Корее, и в Южной. Ну и в Японии, естественно. Вот там, думаю, сейчас что-то ахнет. Но видите, как в Южной Корее и Японии не было такое жестивое. Ничего было в Индонезе, честно говоря, не знаю. А в Китае были какие-то... А, да, это было. Стоит ли сейчас искать зарубежный лейбл? Цель выйти на зарубежный рынок? Это зависит от вашей музыки. Всегда, с одной стороны, и стоит искать лейбл, если у вас музыка вообще экспортабельна. Ну вот. А с другой стороны, не стоит на этом зацикливаться. В общем, сейчас в этом плане ничего не изменилось. Хотите, ищите. Если у вас была такая цель и до пандемии, ждать какого-то окончания специального пандемии для этого не стоит. Лейблосы также сидят, работают, ищут чего-то. Но, понятное дело, что концертная деятельность вам пока не грозит. Лейбл стоит. Так, что еще? Какие-то еще вопросы ждем? Ждем еще минутку-две. Я думаю, что можно постепенно закругляться. Так, может, что-то забыл? А, вот вопрос был хороший. Какие, какую вы видите альтернативы для музыкантов, кроме как онлайн-концерты? Ну, смотри, в каком смысле альтернативы? Альтернативы обычного концерта? Да, наверное, никаких. Я думаю, что есть альтернативы. Ну, не знаю. Знаете, как? Это вопрос такой. Примерно, знаете, как? Стоит ли спать на первом свидании или стоит, не стоит. Не знаю. Ну, как бы, сами решайте. Можно, наверное, никаких онлайн-концертов не делать, а каким-то образом, знаете, ну, когда-то же это закончится. Может быть, через полгода, но когда-то закончится. И можно дальше ностальгию своих фанатов там развивать. Типа, не будем играть. Онлайн-концерты, это все не это концерты. Просто сидите и ностальгируйте. Просто вспоминайте, как оно бывает хорошо. Ну, и вот, какие-то фотографии того, как люди мышутся под ваши песни. Что-то такое выкладки. Я думаю, это тоже альтернатива. А так, если вы про зарабатывание денег, онлайн-концерты, ими очень тяжело зарабатывать. Только если бренды вам предлагают. Но вы видите, это же считанные пока что единицы таких ивентов. Так. Ну, я смотрю, вроде бы, вопросов больше нет. Если что.